Чувашия укрепляет свои позиции в сфере химической промышленности. Сегодня в городе Спутники дали старт новому производству гипохлорита кальция. Спрос на это вещество сейчас большой и республика готова занять свою нишу на российском рынке. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Паста ГХК подступает на сушку, сушится до порошка, гранулируется и фасуется в 50-килограммовые барабаны. Мозговой центр нового завода. Вот так за компьютером кликами мышки изготавливают гашеную известь. Это вещество необходимо предприятиям, добывающим золото. С помощью гипохлорита кальция нейтрализуют ядовитые стоки цианита. Специалисты отмечают, что опасности для окружающей среды производимый реагент не представляет. Обеззараживание цианид используется для обеззараживания воды в бассейнах плавательных. Поэтому мы тут ничего опасного не выпускаем. Мы как раз доставляем мирный хлор тому, кому он нужен. Чтобы реализовать проект, инвесторы вложили более полутора миллиардов рублей. Для города-спутника это немалые налоги. Стабильность позволяет сегодня вкладывать инвестиции предпринимательным России без страха. В данном случае город Новочебоксарск, Чувашские республики. За эти годы мы построили здесь несколько заводов строительной индустрии. Пришла мировая компания «Рока», пришли предприниматели Российской Федерации Виктор Феликс Виксельберг. И мы видим, сегодня совсем другая ситуация. Заводов по выпуску гипохлорита кальция в стране можно пересчитать по пальцам. Сейчас большую долю рынка занимают китайские производители. На этом заводе намерены заместить более 60% импорта. Что приблизительно 25 тысяч тонн заводилось приблизительно по импорту. На сегодняшний день 15-18 наши ожидания от того, что будет выпускаться здесь. Это более половины потребностей золотодобывающей отрасли России в целом. Фактически с нуля мы видим то, что мы здесь сумели сделать. Это в принципе пример такого хорошего государственно-частного партнерства бизнеса и государства. То, что вы делаете, создает стабильность в нашем обществе. Укрепляет и развивает социальную сферу. На открытие производственной площадки пригласили и народного артиста Евгения Петросяна. Писатель говорит, что подобные проекты – достойный ответ зарубежным санкциям. А когда узнаешь, что не только мы соответствуем многим показателям, международным стандартам, но и в каких-то областях или по каким-то показателям превзошли Запад, это рождает чувство счастья. Для того, чтобы вывести выпуск гипохлорита кальция на полную мощность, понадобится полгода. В перспективе здесь намерены производить порядка полутора тысяч тонн гашеной извести в месяц. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.